Figma это не только про векторную графику, но и про совместную работу в команде. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Причем, на мой взгляд, процесс, о котором пойдет речь сегодня, уже далеко отстоит от дизайна и относится именно к командной работе. Проведению совещаний, митапов и тому подобного. И это, прямо скажем, интересная трансформация, хотя именно упор на командной работе выигрышно отличал Figma с самого начала. То есть вы можете стартовать обычный проект. У меня есть серия скринкастов по Figma, ссылка в описании. А можете стартовать Figma Jam. Наверное, это сокращение от Figma Jam, хотя можно перевести и как варенье из инжира. А вот. Они сюда еще и таймер добавили, этого не было вроде. И это, кстати, крайне удобно. Пока играюсь с таймером, расскажу почему. Figma Jam это инструмент для совещаний, мозговых штурмов и тому подобного. Ну то есть мы в теплице, например, созваниваемся в зуме и если нужно поштурмить, дружно заходим в Figma и имеем под рукой бесконечный клип-чарт с возможностью приклеивать стикеры, объединять их в группы, устанавливать связи, выражать свое отношение к происходящему и так далее. А таймер в данном случае вещь полезная. Классический штурм, у вас есть 5 минут, чтобы многоточие. Давайте я пробегусь по инструментам, вы уже, наверное, поймете, как это можно использовать. Скажем, в повестке дня у нас спасение бегемота. Итак, у нас есть маркер, но это, на мой взгляд, самая бесполезная тут вещь. Выбрав один инструмент, вы будете его использовать, пока не откажетесь, нажав Escape. Включается выделение, выделяете все, что не нужно, нажимаете Delete, удаляете все, что не нужно. Кроме выделения, есть Hand. Не используется, поскольку двигается лист нажатием на колесо мыши. Сейчас покажу, но нужно, чтобы появились какие-то объекты. Объект номер 1 – фигура. Можно изменить цвет, либо вообще отказаться от заливки. Можно написать тут какой-то текст, но в целом фигура, мне кажется, используется скорее для группировки стикеров. Ну типа разные листы флипчата. Вы можете дублировать фигуру, она унаследует все настройки исходной и сразу установит связь. Типа одно вытекает из другого. Сейчас я, кстати, двигаю лист, нажав на колесо мыши. А масштаб меняется, соответственно, если нажать Ctrl и покрутить колесо мыши. Я говорил, что переключаться на Hand в данном случае совершенно не обязательно. Дальше стикеры. У стикера есть автор. Иногда бывает важно знать, кто что предложил в случае со штурмом. Но автора можно и отключить. Ну и на стикере можно что-то писать. Точнее, нужно, иначе зачем же нужны стикеры. Стикеры также можно дублировать, но уже без установки связи. И по стикеру есть небольшой, но достаточный для данной конкретной задачи форматирование. Жирный текст, зачеркнутый текст, ссылка и список. Давайте предположим, что Владимир Ломов предлагает два простых шага для начала. Определить, кто собственно бегемот и подтвердить это на экспертном уровне. А еще он предлагает взвесить риски. Причем это весьма важно. Выделяем как заголовок. А также устанавливаем связь. Сначала взвесить риски, потом все остальное. Выбираем вот такой вот инструмент со стрелочкой и устанавливаем связь. По связям также есть настройки. Можно например добавить текст или поменять направление. У нас вот эта конечная точка. Стрелочка приходит сюда, а это начальная точка. Она выходит отсюда. Ну то есть можно вот так вот перенаправить стрелку. И соответственно, уж последовательно так последовательно. Дальше у нас такая не очень нужная, на мой взгляд, закладка со всякими наклейками и наоборот важная закладка штамп. Например, если нужно понять, как в команде относятся к тому или иному решению или предложению, можно попросить их проголосовать. Сразу будет наглядно видно, как относится коллектив. Нужно только договориться, какая иконка что означает. Хотя здесь, я думаю, и так понятно. Кроме лайков и дизлайков тут есть еще такая забавная штука. Но это скорее уже баловство. Хотя кто его знает, я отношусь к тому поколению, которое застало еще комсомольские собрания. И в этом вопросе мне можно не доверять. Ну и последнее, добавить сюда собственное изображение. Все. Больше инструментов нет. А, есть еще текст. Ну просто отдельный текст, по которому также есть настройки и который можно связать с какими-то блоками. Ну в общем такая вот штука весьма и весьма забавная. И на мой взгляд очень полезная. Опять же учитывая переход в онлайн. Порог вхождения минимальный. Собственно одного моего скринкаста достаточно. Покажите коллегам и проводите совещание мозговые штурмы по зум, используя фигму в качестве флипчарта. Причем тут есть и элементы управления из классической фигмы. Стикеры сейчас не видно, потому что фигура на переднем плане. Ее нужно положить вниз, под стикерами. Или, например, сейчас тут все двигается раздельно, а если сделать вот так, выделить и нажать сгруппировать, то это станет монолитным объектом. Впоследствии его можно также легко разгруппировать. И последнее, собственно, о настройках командной работы. Тут все как в классической фигме. Шарим. Сейчас все, у кого есть ссылка, могут видеть доску, но не редактировать. Ссылка берется здесь. Человек может зайти, но сделать ничего не сможет. Кстати, он у нас появился в пользователях, поскольку авторизован в фигме и она увидела, что он зашел. Удалим его и закроем возможность заходить всем, у кого есть ссылка. Теперь могут заходить только приглашенные, а приглашаем мы вот так. И можем дать право только на просмотр или на редактирование. Все. Ждем, когда Вова Ломов примет приглашение и приступаем к работе. Вообще-то, конечно, очень интересно, когда инструмент, оставаясь профильным, находит какую-то новую нишу, которая к этому профилю формально не относится. Тут нужно иметь очень большую внутреннюю свободу, чтобы соединить несоединяемое. Ну, это на мой взгляд. Все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и любите друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!